Еще одна важная информация от региональной власти. Исполнение регионального бюджета за 9 месяцев текущего года рассмотрело правительство Верхневолжья. Как было отмечено, в регионе последовательно решаются задачи по увеличению доходов областного бюджета. Зафиксирован рост поступлений по всем основным видам налогов почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ходе исполнения регионального бюджета средства направляются в первую очередь на решение ключевых вопросов в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, дорожного хозяйства, сельского и лесного хозяйства, туризма, занятости населения, а также социальной защиты и демографии. В частности, за 9 месяцев текущего года приобретено 5,5 тысяч подарочных наборов для новорожденных, более 5 тысяч наборов для первоклассников. 124 многодетные семьи получили выплаты на погашение ипотечных кредитов, а 164 молодым семьям вручены сертификаты на улучшение жилищных условий. Кроме того, в планах областного правительства новые меры поддержки бюджетников. Сегодня требуют дополнительного внимания повышения выплат нашим гражданам, гражданам незащищенных слоев. Мы смотрим сейчас по неуказанным позициям, которые работают в том числе и в бюджетной сфере, относительно возможного повышения. Буквально это уже будет в ближайшее время, сделано в декабре. Значительные бюджетные средства были направлены на инфраструктурные и социальные объекты. В этом списке ввод в строй детского сада в Твери, капитальный ремонт Канаковской ЦРБ и Лихославовского дома культуры. Ввод в эксплуатацию около 60 километров дорог регионального значения. Кроме того, благоустроены 60 общественных территорий и 16 дворов. Выполнены работы по трём конкурсным проектам, победителям всероссийского конкурса «Комфортной городской среды». Завершены работы по газификации на шести крупных объектах. Установлено 55 игровых площадок в детских садах и 20 комплексов на общественных территориях. Всё это стало возможным благодаря ритмичной работе предприятий, что означает стабильное поступление налогов в бюджет. Нашей промышленности, нашим предприятиям, тем, кто сегодня в это непростое время занимается развитием нашей национальной экономики, производит товары и услуги. Мы видим, как стабильно работающая экономика позволяет хорошо, качественно, своевременно выполнять наш бюджет, бюджетные условия, бюджетные показатели. В фокусе внимания традиционно находится малый и средний бизнес. В рамках его поддержки предоставлено 345 займов на сумму 759 миллионов 300 тысяч рублей. Также выдано 98 поручительств на 335 миллионов 600 тысяч. 15 грантов получили социальные предприятия и предприниматели в возрасте до 25 лет, а также 26 хлебопекарных производств. Промышленным предприятиям выдано 16 займов по программе «Оборотный капитал». Продолжение следует...